На прошлой неделе в Ярославле прошел поэтический вечер. Один из гостей этого вечера был Алексей Федяев, который сегодня у нас в гостях. Это поэт из Москвы. Леша, доброе утро. Доброе утро, Алексей. Ну что, может быть, сразу, сходу, прям зачитаешь что-то из своего творчества? Да, давайте. Давай. Стихотворение посвящено одному персонажу, имя которого я не люблю называть до того, как прочту стихотворение, но мы все его знаем. Персонаж, мы режем, режем. Оливье в определенные периоды нашей жизни. Смотрим этот фильм. Большая шапка еще больше, чем у меня сейчас. Пальто. Все уже понимают, кто это. Да, тепленькая пошла. Вот этому персонажу посвящено стихотворению. Спланировал жизнь много лет назад. Дерево, дом и сын. Деревьев посажен был целый сад, и дом уже не один. Дело за малым. Нужен наследник. И я подыскал ему мать из тихих, красивых, интеллигентных. Чего еще можно желать? Но я не учел. Что женское сердце, поддавшись праздничной мистике, сможет увидеть вдруг в отщепенце счастье четырехлистника. Я не учел, что простая случайность может разрушить план. И предпочтет она в одночасье того, кто мертвецкий пьян. Я бы тоже спросить мог у ясеня, где обзаводятся семьями, но так до сих пор и не ясно мне, как говорить с деревьями. Меня третий час уже корчит от заливной форели. Конец новогодней ночи. Завтра наступит похмелье. Браво. Браво. Спасибо. Ну что, расскажи, как ты начал этим заниматься, как ты стал писать стихи? На самом деле началось это очень давно, буквально там, да, прям вот мне лет 12-13 было. На самом деле началось это все с очень шуточных стишков. Я был большим фанатом комиксов. Я читал комиксы о супергероях, потом писал такие очень идиотские, на самом деле, маленькие четверостиши. Я про этих супергероев отправлял их в редакцию, они печатали, то есть я опубликующийся автор, вот лет 12-ти, там всякие... Что-нибудь оттуда, может быть, прочтешь из тех времен? Желательно, что он живет на человек. Нет, это, кажется, загадка про супергероя «Сорви голову», да, кажется, было что-то, что-то из разряда «Может он и слепой, но достаточно крутой, видит он сквозь людей, берегись, суперзлодей». Просто Хармс. Да, это потрясающе, вот это мне было 12 лет. Да, Леша, вот сейчас, если честно, такая, мне кажется, проблема с поэтами, сейчас вообще трудно встретить вот так вот, да, вот среди моих знакомых нет молодых поэтов. А мне кажется, вопрос будет, трудность в том, что их очень много или очень мало? Очень мало, но вот я служу, да, по нашему городу, например, я практически никого не знаю, вот так, что молодой человек, который пишет стихи. А я вот приехал на прошлой неделе, зазнакомился сразу с несколькими, то есть это вопрос круга общения исключительно, то есть на самом деле поэты прямо вот валяются такие на дороге, растутся на деревьях, их реально очень много. И поэтому, кстати, вот как раз критерии того, что вообще является там хорошим и плохим, интересным или скучным, достойным или нет, он очень остер этот вопрос. Потому что критериев нет. Вот мои личные критерии, это именно из разряда интересно или скучно. То есть это все-таки процесс не письменный уже сейчас, а именно живые выступления сейчас больше актуальны. И поэтому все-таки я делю именно на то, что мне интересно этого человека служить или нет. А писать он может совершенно о разных вещах, совершенно в разном там жанре, настроении и так далее. Слушай, расскажи, а в чем специфика вот того, что ты делаешь? То есть какая у тебя, условно говоря, фишка? Ты, Дмитрий, был на вечере, поэтому ты сам заметил, мы с тобой, в принципе, успели это обсудить, что мне как раз очень трудно определить свой жанр, потому что, с одной стороны, это, ну, вроде как стихи, то есть это поэзия, но, с другой стороны, я очень много трачу как-то времени и сил, ну, в хорошем смысле, то есть я хочу это делать, на общение с залом, и поэтому это превращается уже в какое-то понятие, которое, наверное, ну, ближайший его аналог – это стендап. И, ну, когда, получается, если меня воспринимать как стендапера, то мне говорят, что-то слишком много стихов, и, в принципе, да, шуток много, но для стендапера недостаточно. А если меня воспринимать как поэта, то говорят, слушай, что-то как-то слишком много шуток у тебя для поэта, то есть где твоя драма? Где драма? Да, где уныние, где там, ну, это очень принятый такой стереотип, предрассудок, что если ты поэт, то, значит, в тебе должно быть много пафоса, много страдания, много такого вот какого-то внутреннего вот этого сосредоточения, уныния какого-то, вот это, то есть, вот. Все плохо. Ну, во мне это нет, то есть у меня, естественно, есть какие-то конкретные, очень отдельные произведения, но очень серьезные для меня темы. Я не могу сказать, что я шут Гороховой, пишу исключительно там для потехи. Нет, у меня есть серьезные стихи, но это исключение из правил, скажем так. А так, ну, позитив, все же хорошо. Слушай, у тебя есть такой формат, который ты читал, опять же, ты называешь его шорт, расскажи про него и пару примеров, что это такое. Ну, шорты, соответственно, игра слов, да, в названии. Да, расскажи, в чем суть. Шорты Алексея Федяева, ну, то есть от слова шорт английского, я же все-таки преподаватель английского языка. То есть короткие, короткие стихи, то есть это просто четверостиши, то есть в этом, собственно, и заключается формат просто, что есть стихи длинные, а это стихи короткие, и конкретно мои будут называться шорты. Ну, несколько примеров, если вот присядь, вот у меня тут рукописный сборничек вот с собой. Тут вот они все подряд, вот приходится выбирать, чтобы вот что-то было мне интересное. Ну, вот, например. В голове то жара, то морозы, из чего я давно сделал вывод, то не просто метаморфозы, а умеренно континентальный климат. Вот, например. Или... Так, нет, вот сейчас лучше полистать, нет. Что-то неприличное, видимо, пришло. Да вот я думаю, да, да. Ты приходишь фильтровать каждую страничку буквально. Да, все-таки доброе утро. Надо, чтобы оно стало с добрым. Хорошо, что тебя было мало. Хорошо, что только украдкою. Мне бабушка в детстве сказала, что слипнется попа от сладкого. Прекрасно. Да, то есть лирика. Ну, вот, достаточно двух примеров или еще что-нибудь поискать? И вот, если честно, я бы слушала и слушала. Настолько интересные какие-то живые какие-то... Давай еще парочку, потому что... Еще парочку. Сейчас найдем. Больше всего на свете я боюсь только двух вещей. Бессмысленно прожитых лет и в шее. Это как раз тогда возникла тема про Хокку на твоем выступлении, что немного стихи твои похожи вот на этот формат. Да, но это даже мы скорее, когда мы были на формате пирожков. То есть я еще пишу пирожки. Расскажи про пирожки. Да, это такая особая форма поэзии, которая распространена сейчас в Рунете. Но на самом деле там есть четкое определение, что это должно быть. Там четкая структура, размер. Но суть вообще на самом деле в том, что это четверостише, в котором нет рифмы. И ты ожидаешь ее, но оно никак не появляется. И смысл этого четверостише появляется только в последней строке. То есть ты до конца, в принципе, не понимаешь, о чем речь. Давай, может быть, пару примеров напоследок. Ох, с пирожками еще сложнее будет тогда. Чтобы они попадали в тезуру. Да, да. Ну, я думаю, ну да, ну. Пусть будет такое. Давай. Мальчик Леша пресс качает. Хочет он красивым быть. А потом жрет бутерброды, чтобы не совсем уж чересчур. Вот то есть... Мальчик Леша читает стихи. Мальчик Леша... Да, вот я писал о себе исключительно. Дикий эконцентрик. А вообще, Леш, ты много про себя пишешь? Я бы сказал, наверное, что в этом, наверное, моя проблема. Я очень много пишу про себя. Практически только про себя. Почему проблема? Потому что все-таки человек, который называет себя поэтом, но это, опять же, вот к вопросу о критериях, что, кто, как, кем называется, все-таки он должен как-то созерцать. То есть он должен быть способен рассказывать во втором лице, в третьем лице, вот как-то все-таки вот это прослеживать, атмосферу вокруг, там, ситуацию. А я какой-то вот, я вот... У меня появляется мысль, у меня появляется история в жизни, и я хочу ее поделиться. Я все-таки вот от первого лица ее рассказываю. Слушай, круто, то, чем ты поделился, это очень здорово, и спасибо тебе огромное, что пришел к нам в гости, поделился такой атмосферой. Спасибо, что поздравили. Друзья, у нас в гостях был Алексей Федяев, поэт... Поэт. Поэт. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...